Всем привет! Я обещала вам еще немного тыквенных историй и сегодня мы будем из тыквы делать фонарь. Из всего вышесказанного несложно сделать вывод, что нам потребуется тыква, карандаш, лист бумаги формата А4, острый нож, дрель и ложка с тарелкой, куда мы будем внутренности нашей тыквы складывать. Итак, начнем с верхушки. Мы отрезаем верхнюю часть и ввиду того, что у меня вся тыква будет украшена небольшими звездочками, мы будем вырезать ее в виде звездочек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И так далее. Старая стыква я вытянула внутренности. Теперь берем листок бумаги формата А4 и вырезаем звездочки в четырех-пяти размерах Самую большую определяйте в зависимости от того, какого размера у вас тыква Видеом листок бумаги формата Звездочку прикладываем к тыкве и обводим Теперь берем дрель и делаем дырочки рядышком друг с другом По тому контуру звездочки, который мы обвели Вот такие дырочки друг за другом мы будем сверлить Прикладываем и обводим Берем следующую звездочку, прикладываем и обводим Ее можно вырезать полностью, чтобы она была сквозна не из дырочек, а полноценна И продолжаем в том же духе Я сейчас покажу, какая еще может быть звездочка Она не будет просвечиваться Нам надо аккуратненько счистить только кожуру И вот еще одна звездочка На двух противоположных сторонах, отступив от края 4-5 см, я проделала две дырочки Сюда мы вставим проволоку для того, чтобы наш фонарик из тыквы можно было держать КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, тыква готова. Вот так она выглядит. Теперь нам нужно сделать к ней ручку. Для этого берем прочную проволоку и помню вот те две дырочки, которые мы с вами просверлили. Теперь берем шпагат. В зависимости от того, какая у вас проволока, если вам по душе то, что у вас есть в наличии, значит, можно ее больше не терзать. Если вам не нравится, то у меня очень видно, что это какой-то капель, поэтому я обмотаю ее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь внутрь нашей тыквы ставим свечку Субтитры создавал DimaTorzok И накрываем крышечкой Вот такая тыква у нас получилась. В темноте это однозначно будет выглядеть лучше. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok